Продолжаем выпуск. К завершению близятся международные игры кочевников. В Ледовом дворце Аллау проходит последние соревнования по кыргызской национальной игре Ордо. На месте работает наш корреспондент Рауль Габитов. Он с нами на прямой связи. Рауль, привет. Что интересного у вас там происходит? Да, Бутак, вы вас здравствуйте. Только что завершился финальный поединок по Ордо. На площадке сошлись команды Казахстана и Кыргызстана. Борьба была упорная, но, к сожалению, наши земляки уступили. За третье и четвертое место боролись команды Таджикистана и Чехии. Европейцы, хоть и сенсационно дошли до этой стадии, но они проиграли бронза. В итоге ушла в Таджикистан. Вот сейчас здесь планируют награждать призера. Вот они стоят. Давайте попробуем с кем-нибудь из них пообщаться. Я вас приветствую. Поздравляю всех. Как впечатление? Вы золотую медаль выиграли. Впечатление очень хорошее. Только что закончились игры. Соперники тоже были достойными. Хорошо готовились. Самый сильный соперник, который вам встретился? Самый сильный. В финале мы играли с командой Казахстана. Раньше тоже встретились с ними. Но не такой уровень было у них игры. А сейчас уже видно было. Хорошо готовились уже. Я вас еще раз поздравляю с золотой медалью. Желаю вам еще больших побед. Я добавлю, что в Ледовом дворце Алаумы, съемочная группа телеканала 24КЗ, работала с первых дней всемирных игр кочевников. Вместе с коллегами, режиссерами, телеоператорами и инженерами мы вышли больше 30 раз в прямой эфир. Были свидетелями и побед, и поражений. В гостях у нас были разные эксперты, тренеры, спортсмены, организаторы игр. На этой ноте хотелось бы завершить свой эфир. Ботагос, я вам слово передаю. Спасибо большое, Рауль. Поздравьте от нашей редакции и братьев-биргызов. Напомню, на прямой связи со студией был мой коллега Рауль Габитов.